Склеральная линза для некоторых пациентов является единственной возможностью улучшить остроту зрения без оперативного вмешательства. Итак, приступим. В общем-то, это такая наиболее известная картинка, которая показывает, как склеральная линза сидит на глазу. Действительно, она опирается только на склеру своими гоптическими элементами, а между неровной поверхностью роговицы и линзой находится прослойка, обычно это физиологический раствор, куда могут закапываться еще увлажняющие капли. Клиника зрения работает с фирмой SkyOptics, которая изготавливает линзы из вот таких шайбочек, вытачивает их на специальном станке, и эти линзы изготавливаются в Москве, поэтому есть сроки в подборе этой линзы, так или иначе она занимает где-то 1-2 месяца, потому что пока придет первая линза, пока придет вторая линза, но порой оно того стоит. Так склеральная линза выглядит на глазу, мы видим, что она выходит за пределы лимба, но по размеру она не сильно превышает мягкую контактную линзу, обычно она имеет размер 16-17 мм, в то время как мягкая контактная линза 14 мм. И на вот этом изображении мы видим, что между линзой и роговицей видна прослойка жидкости, это как раз-таки правильная ее посадка. От фирмы есть небольшое видео о том, как линза надевается на глаз, она надевается с помощью манипулятора, наливается в нее физраствор, пациент наклоняет голову над столом, чтобы надеть линзу, чтобы не вылилась лишняя вода. Это на самом деле несложно, и по большей части, зная о том, какой будет результат, большая часть пациентов этот навык со временем им обладает. И снимается она также несложно. Под нее запускается сначала пузырек воздуха, что здесь не показано, а затем также с помощью манипулятора снимается с роговицы. При этом важно ее надевать именно на роговицу, потому что она никак сама на нее не встанет. Она имеет очень крутой профиль, и если не надеть ее на роговицу, то там будет пузырек воздуха. А воздух не обладает такой способностью к проведению света, как вода. И теперь самое интересное — это разберем показания, при которых можно подбирать склеральные линзы. И я решила это сделать на клинических примерах. Это будет, наверное, самое запоминающееся. В общем, самое первичное, что сюда относится, — это эктазии, кератоконусы, пеллюцидные дегенерации. И сейчас стали встречаться вторичные кератоконусы. Чаще всего это после лазерных коррекций зрения, спустя какое-то время. Так вот, когда такие пациенты обычно на склеральные линзы, приходят пациенты с уже известными диагнозами, которые прошли какую-то историю своей болезни, кросс-линкинг, пересадки и прочее. Но если это на первичном приеме встречается пациент, то как можно понять, что у него вообще есть какие-то проблемы с роговицей? Для начала самое простое — это выполнение авторекератометрии, где мы можем увидеть большие показатели цилиндра, собрать анамнез и узнать, что это началось не так давно. И таким образом пациента отправить для начала на кератопограф. При этом лучше это делать сразу с пахиметрией, чтобы, если там будет определена какая-то эктазия, чтобы сразу определить стадию и решить, что в дальнейшем нужно будет делать. На кератопографе мы можем видеть, например, характерный для пилицидной дегенерации паттерн в виде целующихся птичек или клешней краба. Если это у пациента кератоконус, то это видно выпячивание чаще всего в нижних отделах роговицы. Или же при проведении биомикроскопии мы можем тоже видеть изменение профиля роговицы в виде ее выпячивания. Ну и характерные клинические признаки для кератоконуса, такие, как, например, стрии фокта или кольцо флейшнера, которые тоже можно увидеть на биомикроскопии. И теперь непосредственно к клиническим примерам по эктазии. Так был пациент с выявленным кератоконусом. По данным авторефрактометрии мы видим имеющуюся миопию и цилиндр, который с стеклом не корригируется больше, чем до 4 строчек. По данным кератоконуса, это характерный паттерн в виде выпячивания в нижних отделах. Толщина роговицы 397 микрон. Тут уже был проведен кросслинкинг. И на вот этом авторефе, это автореф, снятый поверх надетой склеральной линзы, мы можем увидеть, как просто с помощью ее надевания мы можем нивелировать тот цилиндр, который был у пациента изначально. Линзы в пробном наборе имеют свою сферу, она там стандартная, и поэтому мы сферу потом добавляем на заказной линзе. Здесь как раз-таки она получилась плюс 8, но это говорит о том, что при первичном подборе мы можем уже сказать, какая приблизительно острота зрения будет у пациента на выходе с этой линзой. Так правый глаз получился откорректировать до 7 строчек, левый до 1. И я в презентации добавила еще такие некоторые крайние случаи. Здесь пациентка с выраженной эктазией, которую уже, возможно, скоро нужно бы и на кератопластику, но пока еще толщина 376 микрон, еще, в общем, терпимая. По авторефрактометрии выполнить не удается в связи с такой неровностью поверхности роговицы, а ее показатели с коррекцией были 3 и 2 строчки максимум. Причем коррекцию она эту не использовала и по факту ходила все время с таким зрением. Так выглядит посадка склеральной линзы на OCT. Мы видим очень измененный профиль роговицы. Это расстояние между линзой и роговицей, заполненное физраствором. И на исходе мы получили высокую остроту зрения, единицу, несмотря на то, что имеется остаточный цилиндр. Как ни крутись, такой роговицей он может остаться. Причем это может быть и астигматизм, связанный с хрусталиком, так как хрусталик тоже со временем подстраивается под неровности поверхности роговицы. Ну и порой астигматизм в одну-полторы диоптрии неизбежен даже в связи с тем, что линза под силой тяжести все равно опускается немножко вниз. Но мы имеем возможность наносить этот астигматизм поверх еще линзы, если он дает улучшение. Это что касается эктазии. Дальше есть такие эксклюзивные пациенты после хирургии, после имплантации роговичных сегментов, колец, после кератопластики и радиальной кератомии. После хирургии играет важное значение сроки, через которые можно подбирать склеральную линзу. Так, после кросслинкинга это желательно 3 месяца, после роговичных имплантов тоже 3 месяца, а вот после кератопластики это лучше через 6 месяцев после снятия швов. В первых двух случаях это важно в связи с тем, что происходит апоптос кератоцитов. Это такой критичный период 3 месяца, когда часть кератоцитов гибнет, часть восстанавливается, и за это время будто бы еще происходит небольшое изменение поверхности роговицы, и подбор линзы может быть еще не точным. Но насчет кератопластики здесь все только с целью предотвратить возможные осложнения инфекционного характера. По поводу имплантации роговичных сегментов колец. Эти операции делаются не так часто, но некоторых пациентов они могут избавить от дальнейшего использования в принципе контактных линз каких-либо. Устанавливаются они вообще исключительно с целью улучшить зрение за счет того, что между этими сегментами и кольцами происходит уплощение центральной части роговицы, и с помощью специальных расчетов удается достичь хорошей остроты зрения. Пациентов с хорошим результатом много, но ко мне приходят пациенты, у которых имеются либо какие-то осложнения, которые были связаны с возможным расчетом, или это, как и любое другое инородное тело в глазу, может вызывать пролежни, протрузии, иногда приходится эксплуатировать сегменты, что вызывает остаточный астигматизм у этих пациентов. Так был пациент, у которого на левом глазу был установлен сегмент, и мы видим цилиндр в 4,75 диоптрии. С коррекцией именно цилиндрически удавалось достичь лишь 5 строчек. На ОКТ переднего отрезка тут попал этот сегмент, и мы видим, как выглядит положение самой линзы. В результате удалось получить 9 строчек, и остаточный цилиндр, о котором я говорила, он не так страшен, он не корректирует, и уже до единицы улучшить не получилось. Другая группа пациентов – это пациент после кератопластики. Здесь на снимке представлен пациент тяжелый, это после эндотелиальной дистрофии, после перенесенных факоэмульсификаций катаракты и кератопластики где-то около двух лет назад, если не ошибаюсь. Здесь трансплантат небольшой, и он немного децентрирован, но самое главное, в оптической зоне он прозрачный и имеет достаточную для нас толщину. Так вот, у этого пациента максимальное стратозрение с коррекцией была лишь одна десятая. И в итоге за счет подбора склеральной линзы удалось достичь 8 строчек, чего он не видел уже давно. Так выглядит посадка линзы на глазу. Действительно, здесь линза не касается роговицы, таким образом не травмирует этот драгоценный трансплантат. И что еще очень важное, пациент этот пожилой, у него есть атонический заворот нижнего века, который был уже неоднократно оперирован. Никто уже на последующую операцию пока что не был согласен, как пациент, так и хирург. И в этом случае линза, которая находится здесь, как раз-таки предотвращает трение ресниц, тот же трансплантат и его дальнейшую болезнь. И еще одна группа пациентов, это пациенты после радиальной кератомии. В свое время это была прекрасная операция по лазерной коррекции, по хирургической коррекции зрения. Однако сейчас в дальнейшем мы видим характерный для пациентов после кератомии гиперметропический сдвиг и цилиндр. Это пациентка, у которой действительно со сферической коррекцией удавалось достичь в принципе неплохой остроты, но и в возрасте она около 60 лет. И этот плюс для дали и для близи не устраивал, в связи с чем она обратилась за подбором линз. На кератопографе мы видим тоже характерный паттерн в виде плоской роговицы в центре и более крутой на периферии. И вот это что-то прям идеальное, афтере поверх склеральной линзы с хорошей остротой зрения. И все чаще стали появляться пациенты с обычным правильным роговичным астигматизмом с диоптерами более чем 2,75, в связи с тем, что с рынка начали уходить производители мягких контактных линз, которые могут корректировать в большей степени. И так было тоже на приеме пациентка с цилиндром 3,8 диоп, правильный прямой стигматизм в виде бабочки с имеющейся миопией высокой степени, разными цилиндрами на глазах, коррекция у нее хорошая, была 8-9 строчек. И в итоге мы получили уменьшение, естественно, цилиндра, но остался плюс. Это вообще особенно для молодых пациентов бывает, так как у них у всех бывает спазм аккомодации, они компенсируют этот плюс. И хоть и эти подобранные линзы, острота зрения у них была хорошая, но она предъявляла стенопические жалобы. С этим мы провели растуманивание, добавили необходимый плюс, что улучшило, так скажем, ее комфорт. И самые интересные пациенты, это пациенты, которые имеют рубцы на роговице после травм, ожогов, после воспалений. Это могут быть рубцы разные, расположенные как в центральной зоне. И понятно, что они будут немного снижать остроту зрения просто за счет своей непрозрачности. Но улучшить за счет линзы ее будет можно. Это могут быть периферические рубцы, как вот тут, воскулиризированный рубец. И это фотография пациента, нечто похожее на мой клинический случай, расположенный в оптической части большой рубец после перенесенного около 15 лет назад кератита. Неясные теологии. На кератопографе тут даже есть что-то похожее на бабочку, но цилиндр большой, почти 12 диоптрий. По визометрии правый глаз у пациентки миопичный, там была подобрана мягкая контактная линза, а вот левый глаз не давал больше, чем одну строчку. И с помощью линзы мы добились остроты в 9 строчек, хотя рубец расположенный был центрально и вроде как должен был снижать остроту зрения за счет своей непрозрачности. И, наверное, одно из самых важных моментов по поводу противопоказаний. Их на самом деле не так много. Из важных это имеющиеся у пациентов аллергические конъюнктивиты, когда у них есть уже фолликулы на веках. Это в принципе любое противопоказание для любых видов контактной коррекции, мягких, жестких линз. Это будет просто ухудшать течение конъюнктивита и вызывать дискомфорт при ношении линз. Это пациенты с глаукомой. Таких пациентов, конечно, у которых есть глаукома и нуждаются в коррекции склеральных линз очень мало. Но есть исследования, они неоднозначные, которые говорят о том, что ношение склеральной линзы спустя какое-то время может вызывать повышение внутриглазного давления за счет своего присасывающего эффекта. И даже производители линз настаивают на том, что пациенты, если имеют такую возможность, имеют условия для того, чтобы линзу снять и надеть, то через 6 часов ношения желательно, чтобы они ее как раз таки снимали, надевали, уменьшая этот присасывающий эффект. Но опять же, статьи эти неоднозначные, однако глаукома в противопоказание внесена, и лучше этого не делать. Это перенесенные герпетические кератиты и конъюнктивиты. Герпес, как мы знаем, может проявиться и рецидивировать, даже вообще независимо ни от чего. И вот контактная линза будто бы будет являться возможным фактором, который может его активизировать, поэтому тоже не рекомендуется. И важный момент — это минимальная толщина строма роговицы 200 микрон. Это уже можно определить при выполнении УКТ переднего отрезка, так как есть рубцы, также посткиратотомические, где большую часть рубца заполняет эпителиальная пробка. И опять же, под действием присасывающего эффекта склеральной линзы эта пробка может просто по факту вылетать. А иногда мы видим, как рубцы даже раскрываются. И чтобы не вызвать перфорации, надо этот нюанс учитывать. Но опять же, не все в силах склеральных линз. Совсем недавно был пациент молодой, с миопией, очень высокой степени, ближе к 20 диоптрий, и ригматогенный отслойка сетчатки. Ему была выполнена циркляж. И посадку линзы я выбрала самые крутые показатели края. Однако даже использовав все эти возможности, посадить ее полностью на склеру не удалось. Есть места, где вообще нет контакта или где она имеет приподнятый край. И для таких пациентов есть варианты использования роговичных линз. Это линзы уже немного более устаревшие, как будто бы считаются. За счет того, что они находятся, во-первых, между веками, они касаются чувствительного интермаргинального края и вызывают дискомфорт при ношении. Вот эти линзы как раз-таки могут выпадать, часто теряются. Однако есть пациенты, которым такие линзы тоже могут быть показаны, как, например, вот этот пациент. Нет, это его плюс еще циркляж. У него на другом глазу, а вот на другой глаз у нас удалось подобрать склеральную линзу, там не было циркляжа. Ну и моя была рекомендация в подборе роговичной линзы, если он на это готов. Есть, конечно, всегда вариант в удалении хрусталика с рефракционной целью, но на это должен, во-первых, их созреть пациент и быть готов хирург оперировать молодого пациента с такой высокой миопией. И есть важный момент, что склеральная линза, как и любая другая линза, она также может ухудшать не течение синдрома сухого глаза, а дисфункцию миобомиевых желез. При синдроме сухого глаза эти линзы даже, наоборот, показаны, потому что роговицы всегда увлажненные, находятся в физрастворе, туда можно капать увлажняющие капли, но состояние век из-за этой линзы может ухудшаться. И поэтому нужно не забывать лечить также и веки. Так, например, вот у этого пациента при посадке линзы видно затекание флюоресциина. Оно говорит о том, что в верхних отделах посадка и в нижних посадка линзы более плоская, и туда затекает слеза. И это было бы не так плохо, если бы у пациента было все хорошо с веками. Так как затекает туда не просто слеза, а весь муцин, который там содержится. Это я к тому, что нужно не забывать лечить еще и сопутствующие заболевания, которые имеются у пациента. И, в принципе, я на сегодня все. Спасибо.